Ну, а мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке, которая сложилась за прошедшие сутки, сложилась следующим образом. Итак, противник нанес 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Внимание, ни одного ракетного удара за сутки. Кстати, видите, прогноз не оправдался, что до начала контрнаступления они нас будут кошмарить ракетами. Видимо, с ракетами совсем туго. Кстати, одна из ракет Калибр упала на территории Крыма, не захотела лететь дальше и выпущенная, я так понимаю, с акватории Черного моря, что-то в этой ракете отказала и она упала не взорвавшись. Сейчас они там проводят расследование в оккупированном украинском Крыму. Так что, видите, в Российской Федерации не все бесконечное, все имеет какой-то предел. И ракетные атаки потихонечку сошли на нет. Я не говорю, что они не возобновятся, я наоборот ожидаю, что они могут возобновиться в любое время. Я не думаю, что там полный голод ракетный, они что-то еще пытаются производить. Плюс, сегодня в Москве замечен борт Ил-76 иранских ВВС. Приземлился рейсом из Тегерана в Москву. Понятно, что привезли новую партию дронов. В этом мы даже не сомневаемся. Так что, можем ожидать и такие атаки. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Майинском направлениях. На этих направлениях за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Ну и тоже идет на спад ситуация, потому как я понимаю, что резервов не хватает. Сейчас российское командование стоит перед непростым решением, как говорил когда-то генерал Сурабикин, перед выводом войск с правого берега Херсонской области. Надо изыскать где-то для Российской Федерации, надо где-то изыскать войска, которые бы перекрыли 700 километров украинско-российской границы. Именно столько границы идет сегодня между Украиной и Россией с учетом временно оккупированных территорий Украины. Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях здесь, к сожалению, нанес противник один авиационный удар по населенному пункту Довжанки. И Черниговскую и Харьковскую область обстрелял из минометов и артиллерийских систем. Мы ведем ответный огонь. И надо отметить, что на Слобожанском направлении продолжается событие, сейчас очень много информации, продолжается событие в Белгородской области. И там идет информация о том, что вот этот добровольческий РДК, российский добровольческий корпус уже роют окопы, они создают рубеж обороны и собираются удерживать позиции. Кстати, там то, что собрали российские власти для локализации этого района, они понесли довольно существенные потери, потому что боевой опыт РДК намного выше. Они воюют с 2014 года. И они по данным пока что нельзя сказать, что это достоверно, но тем не менее данные, заслуживающие доверия, говорят о том, что в российских вооруженных силах потери больше 100 человек убитыми и довольно большое количество бронетехники. Потеряли российские войска при попытке выбить эти подразделения с территории Российской Федерации или их уничтожить. Плюс продолжаются взрывы и нестабильная ситуация в самом Белгороде. И в населенный пункт Грайворон, там тоже идут бои местного значения и на сегодняшний день пока сказать трудно. Полностью под контролем город РДК или не полностью он под контролем. Ну подождем, дальше будет проясняться и я буду вам эту обстановку доводить. Пока вот такая вот ситуация. На Купинском, Лиманском направлении. Тут самая тяжелая ситуация в районе населенного пункта Масютовки. Там противник не оставляет попыток атаковать наши позиции. Атаки идут довольно часто. Плюс активно они применяют артиллерию для того, чтобы выбить наши войска с этих позиций. Но тем не менее, линия фронта стоит без изменений. Также активность врага наблюдается и в Серебрянском лесничестве. На данный момент надо отметить, что Белогоровка Луганской области фактически уже находится в полуокружении российских оккупационных войск. Но продолжает наши войска удерживать саму Белогоровку. Там идут ожесточенные бои. То есть Купинское, Лиманское направление активизировалось. И на сегодняшний день я вижу тенденцию к тому, что активность может именно перейти на это направление. Хотя все будет зависеть от того, какое решение примет Генеральный штаб Российской Федерации в плане откуда снимать войска. Есть информация, что они готовятся к переброске. Они сейчас определяют части и соединения для переброски их во внутренние области, в приграничные области с Украиной. Бахмут. Здесь Бахмут и Бахмутское направление. Тут продолжаются бои на флангах самого Бахмута. В городе немного ситуация поутихла. Количество атак резко упало. Вагнеровцы уже особо не хотят добивать до конца, идти до админграницы города. На сегодняшний день нет никаких подтверждений, что они полностью контролируют город. Так и остается за нами юго-западная окраина и половина парка самолет. И частный сектор, и несколько промышленных объектов. Так что юго-западная окраина города под контролем сил обороны Украины остается. На Авдеевско-Маринском направлении здесь расисты атакуют западную часть Маринки, но безуспешно. Изменение линии фронта не зафиксировано. Очередная попытка прорваться и атаковать Первомайское на этот раз уже из Песков у российских войск полностью провалилась. Опять они понесли потери, причем потери они несут в бронетехнике, танки, БМП в основном горят. И также, естественно, потери в личном составе. Но, тем не менее, они не оставляют. Вот Первомайское у них там как медом намазано. Почему-то они хотят именно в районе Первомайского продавить нашу оборону. Уже которую неделю они там продавливают, сколько попыток было. Куча бронетехники сожжена, куча личного состава положена в поле. Но, тем не менее, российское командование совершает очередную и очередную попытку продавить нашу оборону. Именно на этом участке оперативного направления. Шахтерское направление. Здесь враг наносит авиационные и артиллерийские удары по нашим позициям. Атакующих действий не проводил. Идут позиционные бои. И пытаются дистанционно нанести максимальный урон нашим войскам. Тоже безуспешно. Линия фронта без изменения. Запорожское и Херсонское направления. Здесь оборонительные действия оккупантов продолжаются. Они продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам. Как Запорожской области, так и Днепропетровской. К сожалению. Плюс артиллерия российская наносит огневые удары. Мы отвечаем. Ведем контрбатарейную борьбу. Стараемся максимально отвечать. Ну а в остальном ситуация здесь без особых изменений. По Черному морю. В акватории Черного моря находится один носитель ракет Калибр. Ну и группа кораблей, там меньше десяти, на боевом дежурстве. В принципе для нас интерес представляет или обращается на себя внимание только носители ракет Калибр. Общий залп этого носителя, это надводный корабль, может составить до восьми ракет. Утром сегодня в акватории Черного моря произошел довольно интересный инцидент. Был атакован в районе, в 74 километрах от пролива Босфор. Это, ну представляете где, да, практически у берегов Турции. Был атакован российский разведывательный корабль Иван Хурс. Это, ну можно сказать, новейший корабль. Он в 17-м году спущен на воду. И в 18-м году встал в строй Черноморского флота. Корабль оснащен средствами радио- и радиотехнической разведки. Он был, по информации российских средств массовой информации, он был атакован тремя морскими беспилотниками. Ну пока о повреждении корабля сообщений нет. Что с экипажем тоже непонятно. Но факт атаки на этот разведывательный корабль подтвержден российскими СМИ. Ждем подтверждения от российского Министерства обороны. Оккупанты, ну, расисты. Не зря мы все-таки ввели в обиход формулировку русский фашизм. И назвали их расистами. Они пробивают очередное дно. Новый вид военных преступлений. Теперь расисты вешают людей. То есть не расстреливают, не там пытают до смерти, а вешают. В такой случай на Сватовщине. В Сватовском районе оккупанты повесили мужчину. За проукраинские взгляды. Его вызывали неоднократно на допрос. Человек не сломался, отстаивал интересы Украины. В результате они его казнили через повешение. Они его повесили. Вот такое вот средневековье сегодня жесточайшее творят российские военные. Хотя после тех преступлений, которые они совершают, военными я бы их не называл. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Из которых три по зенитно-ракетным комплексам. То есть мы усиленно стараемся выбивать систему ПВО противника из его обороны. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет К-52, 4 ударных беспилотника типа «Шахет» и разведывательный дром типа «Зала». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления войсками, 4 района сосредоточения вооружения и техники личного состава противника, 1 состав с боеприпасами, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника. Всего за прошедшие сутки наши защитники нанесли урон врагу. В личном составе 400 человек уничтожено, танков 3 единицы, боевых бронированных машин 5 единиц, артиллерийских систем 21 единица, кроме того враг потерял еще 5 реактивных систем залпового огня, 1 вертолет, 7 беспилотников оперативно-тактического уровня, 7 автомобилей и 7 единиц специальной техники. Вот такие потери силы обороны нанесли рашистским оккупационным войскам. Но, кстати, пишут в комментариях, конечно же, с язвинкой, типа «А где же заложный? Где же генерал заложный?» Кстати, обращу внимание зет-патриотов из Запоребрика, что «А где же Герасимов?» Вот скажите мне, сколько раз, когда последний раз все видели на людях Герасимова? Что с ним случилось? В запой ушел? Поговаривают, что он очень любитель выпить. Так вот, а наш заложный на месте работает. И вчера генерал заложный провел телефонный разговор с Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генерал Коволли. Они недавно встречались и вот сейчас, я так понимаю, прошли уточнение рабочих вопросов. Поэтому не дождетесь, не надо искать нашего генерала заложного, он занимается своей непосредственной профессиональной деятельностью, результат которой, я надеюсь, мы в ближайшее время начнем созерцать в ходе контрнаступления Сил Обороны Украины. Так что, еще раз повторю, не дождетесь, генерал заложный на месте и работает. На этом военная часть, вот такая ситуация на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона сложилась за прошедшие сутки.